улица калинина уже подходим там вдалеке синеет море значит здесь пока я не увидела ни одной работающей столовой только все вещи вещи здесь просто негде до за иметь открытую террасу поэтому продолжаем наш поход по пляже мадлера предыдущем видео я показала пляж и гонек огонек 2 там кстати работает столовая зайдите посмотрите на канал можете зайти и посмотреть это видео сейчас пытаюсь перейти прямо у нас по курсу улица 8 марта особых движений как бы я на этой улице не вижу плане туристов или отдыхающих экскурсий у нас все закрыты так что за заведение на вынос люди стоят ждут на вынос суши роллы пицца на дровах калинина 6 нет есть у них зал получается вот столовая пойдем смотреть тогда вовка или кафешка это столовая салат 150 грамм 80 рублей сказка мясной с колбасой витаминный 65 рублей овощной полученцы греческий вот у нас с мясом 90 рублей но всего 130 рублей из говядины 250 грамм напоследок мясо котлета по домашним 75 рублей чем если что на паузу ставьте сами считайте дорого недорого выгодно невыгодно но сам самое главное то что вы уже голодные не останетесь что здесь вполне уютненько вот этот зал видите как закрыт полчаса открытой террасе все работает также запереть спиртные напитки есть то есть вечером в режиме кафе мангальная зона уютненько вот сразу получается смотрите там мы сняли на огонек 2 и огонек 1 столовая есть голодными не останетесь кто по этому поводу переживает и здесь тоже вот пляж чайка самое его начало вот она южное взморье самое его начало час каждую столовую я буду вам показывать какие столовые работают очень важно понимать но экскурсии друзья если вы хотите все-таки покататься по сочи посмотреть можно и самостоятельно это сделать есть даже наоборот тут я например не не ну как бы люблю с курсе но очень не люблю сама путешествовать без экскурсий да вот джип едет неофициально все равно конечно многие чуть-чуть видимо подрабатывают куда деваться ну все сейчас мы вот от самого начала чайки и дом зым ты пройдемся вот столовая тоже работает ну конечно снимать цены будет но очень длинное видео попробовать рискнуть как думаете эта улица у нас просвещение давайте еще это глянем тоже открытая терраса шашлычок вкусненько на обратном пути покажу шашлык нам самое главное конечно это мяско да или все нам главное пишите рыбка 65 рублей 100 грамм котлеты по домашнюю там 75 была здесь 89 58 мясо по-французски где-нибудь здесь есть что-нибудь говяжье все куриное у нас курица 70 рублей 100 грамм вот у нас шашлычок 100 грамм 135 салатики салатики так сами на паузу уже поставить посмотрите с картошкой с картошкой прям помедленнее вам чтобы все рассмотрели пироженки самое интересное то что ты знаешь что никто не запрещает съемку это тебе не 2019 год как же клиента подбоя нет сейчас все рады заходить покажите что мы работаем так антисептики перчаточки шлычок поджарится шлычок поджарится идем дальше на пляжик две столовые уже рядышком так здесь у нас пустота но обращаю внимание что все есть душ переодевалки лежачки и навесы зонтики все все есть ждет вас я сегодня сделаю так покажу вам все зоны которые работают если что-то я не показала в плане столовых я имею ввиду значит они закрыты имейте ввиду здесь вот видимо ремонтные работы будут начинать расстроят ограждения кому-то весело душа радуется я думаю отсюда должно как-то побольше людей начаться здесь у нас улица свердлова выходит на пляж а кафошечка работает тоже красиво очень внутри оформления у них пойдем спросим сколько стоит покататься в этом году плюс температуру воды померяем здрасте скажите сколько стоит покататься на все расскажите с ката моран 500 рублей час ката морозу 700 рублей час а банан 300 рублей с человека банан 300 спасибо большое ну вот померяем это вот мы спрашивали напротив фламинго фламинго там столовая кстати Слушай, ладно, 24 у берега, минус 3, отнимайте на глубину, будете среднюю знать температуру. Катамаран 700 рублей час. В прошлом году, по-моему, 600 стоил, а в Анапе 500, кажется так. Тут тоже снимает видосики. Не работает. Готовятся. Слишком мало, видимо, людей, чтобы начать работать. В бассейн. Пустой. А нет, уже бассейн заполнили. Это помните? Мы ходили здесь, было пусто. Немножко переотдыха в тенечке. Опубликовала сейчас видео с огонька. Как раз здесь передохнул. Жарковато. Жарковато. Когда пешком идешь целый час на солнышке. А в целом, конечно, я шокирована, что людей вообще нет. Вообще нет. Я ждала гораздо большего увидеть, честно скажу, немножко расстроена. Обидно. Но, как говорится, надежда умирает последней. Будем ждать. Хотя, конечно же, теперь уже сезон не будет спасен. Еще там 40 дней он будет. Что смеяться? 40 дней сезона. Зачем эта музыка непонятно играет? Мне еще ни одного пляжа не встретили, чтобы было количество людей нормальное. Да уж. Ну, вот столовая. Кафе-столовая. Как она называется? Сытый гусь? Посмотрим. Работают. А где у них цены? А вот у них цены. Ага. Хорошо. Нету на каждом. Вот так вот поставите на паузу. Сегодня целых первое блюдо, вторые блюда. Сами посмотрите на паузу. Мне кажется, там даже висяни, даже цены не меняют. 2019 стоит. То есть цены прошлого года акцентируют. Внимание. Что, идем дальше? Внимание. Что, идем дальше? Не весили? Поревестник. Поревестник. Закрыт. Ну, а дальше, насколько я помню, это больше и... А, вот здесь еще столовая. Тоже она закрыта. А я и в этой кушала. Отзыв оставляла свой. Вот там у нас как столовая называется? Лами... Нет, подожди. Флатман. Как-то так. Тоже она закрыта. Хотя вот вечером вот эта зона... Да и сейчас она работает. Шашлыки. В общем, все. Делаем выводы. Голодные вы точно не останетесь. Надо войти вот так, наверное, показать. Сейчас зайду чуть-чуть на пляж, на пирс. Покажу. Ну, пусто. Что там говорить-то? Май месяц. На рыбалку зато приглашают, слышите? Вот так. И вот так. Я же забыла спросить про лежаки, но так скажу. В Анапе узнавали уже 250. В центре узнавала, в Олимпийском узнавала. То есть, ну, в среднем в день стоит 250-300 рублей. Лежак. Примерно плюс-минус одинаково. Единственное, только в Анапе еще по часам сдают. Массаж. Что ж, тут даже работает массаж. Видишь как? Это чьи цены? Добро пожаловать на пляж City Hotel. Это, видишь, брызгалки. Да, цены как бы волнуются. Делать массаж. Так, ну, цены я вам озвучила в начале видео. Таблетка 500, банан 300. Плюс-минус у них одинаково, когда табарант 700. Вот здесь почему-то всегда больше всего людей. Наверное, здесь песочек, короче, всех. Или отсюда выход просто больше, как-то гостиниц выходит. Напишите свое мнение. Почему здесь всегда больше всех людей на Мзымте? При условии, что там вода впадает. Река впадает... С граммофоном зря я начала говорить одновременно. Простите, меня забылась, торопилась. Надеюсь, каши в голове не будет у вас. При условии, что там впадает река Мзымта, вода всегда холодней, грязней, но здесь всегда больше людей. Я думаю, это связано вот с песочком. Напишите свое мнение. Массаж. Там тоже дядечка стоит, ждет. Клиентов. Видишь, какой песочек мелкий. Вот, понимаешь, я когда в Анапе жила, я заблуждалась о том, что здесь два. Но одни камни невозможно будет купаться. А здесь такой вот милый песочек. Притом он и в воде. То есть есть разные пляжи, чтобы вы понимали. В Адлере есть прям камни-камни. Вот такие могут быть. А может быть, вот такой песочек в перемешку с мелкой галькой. И довольно-таки комфортно. Ни тапочки, ничего не нужно будет вам, чтобы купаться здесь. Поэтому ищите. Вот они между бунами. Вот эти вот сооружения называются буны. Они все разные. Проходите и смотрите. Опять говорилка начинает, поэтому я завершаю. Я помню свое первое видео с Адлера. Оно было с этого места, с фотографией вот на этих бананах в прошлом году. Субтитры сделал DimaTorzok